Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава первая. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, воспоминая о слезах Твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабушке Твоей Лаиде и матери. Твоей Евнике. Уверен, что она и в Тебе. По этой причине напоминаю Тебе возогревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе и Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифара за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.